Благополучная Европа, привыкшая раздавать поучительные советы, похоже, сама не прочь посоветоваться. Страны одна за другой скатываются в хаос уличных беспорядков. Они обильно приправлены полицейскими дубинками, следоточивым газом и все более жесткими ограничениями. Но не ковидом единым, а в мире уже больше 43 миллионов случаев вызвано недовольство. У Варшавы другая проблема. И власть Польши, которые еще недавно говорили о жажде полной свободы и демократии, быстро сменили риторику. Продолжит Руслан Подобский. Риберда! 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 Они требуют свободы и отказываются уходить с улиц, несмотря на комендантский час. Полиция уговаривает недолго и стреляет в протестующих газовыми гранатами. Очень скоро несогласие итальянцев с новыми ограничениями выльется в уличные беспорядки столкновения с полицией. Одновременно акции неповиновения охватят десятки городов, но самые активные действия развернутся в Риме, Милане и Турине. Там хулиганы разгромили и разграбили дорогие магазины, улицы запылали. Силовики перешли в наступление почти всю ночь, зачищали кварталы. Такое нежелание итальянцев вновь уходить на карантин вполне объяснимо. Весной они первые в Европе закрыли страну на замок. Север Италии жил в условиях военного положения, но это не спасло регион от тысяч смертей и нанесло значительный ущерб бизнесу. А значит, приходит к выводу протестующий локдаун не лучшая мера защиты. Тем не менее, премьер Италии объявляет об ожесточении. 20 тысяч заражений в сутки, по словам Джузеппе Конте, не оставляет правительству выбора. Анализ эпидемиологической кривой свидетельствует о резком росте заболеваний, в результате чего на всех итальянских территориях нагрузка на медицинский персонал достигла тревожного уровня. Страна не может себе позволить вторую полную изоляцию, подобную той, которая была у нас весной. Поэтому мы должны идти на ужесточение мер. Ужесточение означает закрытие баров и ресторанов в 6 вечера, приостановку работы спортивных и концертных залов. Вообще запрет на любые массовые акции. Конечно, комендантский час в ночное время. Бизнес уверен, это прямой путь к банкротству. Мы здесь, но завтра мы будем в других районах. Мы будем проводить другие акции протеста. Мы проведем национальную демонстрацию 2 ноября, потому что мы не можем смириться с тем, что наш сектор – это расходный материал. Не утихают протесты и в другой части Европы. В Австрии протестующие жгут маски на центральных площадях в знак несогласия с ограничениями. А в соседней Германии вновь жесткие столкновения полиции и активистов движения Кюрденкен. С немецкого «нестандартное мышление». Так называют себя сторонники антиковидных мер. Эти кадры из Берлина. Полиция не церемонится с участниками протеста. Мужчина на земле потерял сознание от удушающего приема. Попытка помочь своему соратнику оборачивается жестким задержанием. Но, пожалуй, самое жаркое противостояние между властью и протестующими сейчас разворачивается в Польше. Страну уже неделю сотрясают протесты против запрета абортов. Решением польских властей возмущены даже комиссары Совета Европы. На очередной акции к недовольным массам присоединились и противники мер антиковидного сдерживания. В итоге все вылилось в жесткое уличное противостояние, которое охватило около 50 польских городов. Недовольные поляки перекрывали улицы, блокировали движение транспорта. Слезоточивый газ, дубинки и 270 задержанных только в Варшаве. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий, открыто подливая масло в огонь белорусских протестов, не стесняется называть собственных граждан варварами и вандалами о волнении в самой стране актом агрессии. Я призываю всех, кто в нынешней ситуации продолжает нарушать закон, прекратить то, что происходит в публичном пространстве. Эти акты агрессии, варварства, вандализма абсолютно недопустимо. Это вызывает эскалацию, которая может привести к чему-то очень плохому в нашем обществе. Сегодня протесты улиц подхватили польские депутаты, которые заблокировали трибуну и приостановили работу Сейма. Волна польских протестов не стихает. Среди претензий европейских демонстрантам-властям появляются и новые лозунги. Запретами, ограничениями и мерами сдерживания вы просто прячете свои собственные ошибки. Предстоящий месяц, судя по анонсам акций и настрою протестующих, обещает стать одним из самых жарких в 2020 году. В Сампадубске Дмитрий Лац, Европейское бюро ОНТ.